Хей, привет, ребят! У меня очередной графический планшет для обзора. Точнее, как обычно, это не графический планшет, а графический монитор с экраном. Дело в том, что фирма Parvula мне прислала его на обзор. Он ни разу до сих пор не вскрывался, тут даже на нем защитная наклейка. Так что мы сейчас будем его впервые новенький раскрывать, смотреть, что внутри. Ну и в целом, сделаю обзор, чтобы оценить самый большой планшет для рисования от Parvula. Parvula Mast 22. Самый большой графический монитор для рисования из всей линейки Parvula. Во время доставки главная коробка внешне не пострадала вообще никак, так что я заранее при распаковке была спокойна, что все, что внутри, должно было дойти в целости и сохранности без каких-либо повреждений. В отдельной маленькой коробочке сложены все детали и аксессуары, а сам монитор упакован в пленку и надежно зафиксирован белым уплотнителем. Итак, какая комплекция внутри маленькой коробочки? Черная перчатка на руку, чтобы не заляпывать своими жирными пальцами экран и выглядеть со стороны как профессиональный художник. Белая тряпочка с фирменным логотипом, упакованный в отдельную пленочку стилус для рисования, стандартного размера, имеет две настраиваемые кнопки и также стилус имеет сзади разъем для подзарядки. Очень добротно в 10 слоев упакованная в пленку подставка для стилуса. Если ее раскрутить пополам, то внутри можно найти 8 запасных наконечников и щипчики для смены этих самых наконечников. Зарядный кабель для стилуса. Я не знаю почему, но они сделали стилус на аккумуляторе. Это минус в сравнении с другими планшетами. Небольшой, но все же минус. Книжка с руководством пользователя. Есть раздел на русском языке и море разных картинок с инструкцией. Ну и последнее это адаптер питания и разные шнуры для подключения к компьютеру или ноутбуку. Для монитора не нужно докупать отдельную подставку, она у него уже есть. Я пыталась, наверное, полчаса разобраться, как его правильно установить и как вообще. Эта хитрая система работает и открывается, так как я даже игрушки в кинтер-сюрпризах могу собирать полдня. Я разобралась. Ничего себе. Полчаса думала, как это сделать. Но, но все вышло. Еее, кайф. Все в итоге оказалось очень просто. Наклон очень легко и удобно регулируется без напрягов. Угол наклона, по официальным данным, составляет от 10 до 85 градусов. На мониторе находится защитная пленка, которую нужно обязательно снять. Произошел неожиданный дикий конфуз. То ли пленка эта была супер сильно приклеена к монитору, то ли я накосячила адски. Не исключаю такого варианта, что у меня руки растут не из плеча, а из другого места. Сейчас кое-что произошло. Дело в том, что я при вас снимала защитную пленку. И когда я ее снимала, я случайно сняла, видимо, еще и не только защитную пленку, а какую-то другую. Но этого вроде не должно быть. Короче, я в растерянности и будем разбираться, что произошло вообще. Во время снятия защитной пленки я почему-то с легкостью начала снимать и заводскую пленку, которую ну никак снимать уж точно нельзя. И под экраном на рабочей области возникли огромные воздушные пузыри. Но с помощью титанических усилий их удалось полностью вывести и монитор вновь оказался внешне идеальным без каких-либо погрешностей. Да, я сама виновата оказалась, вернемся к обзору. Чтобы графический монитор заработал, к нему сбоку нужно подключить несколько проводов, которые затем подключаются к компьютеру или ноутбуку и к питанию. Сзади монитора несколько кнопок, в том числе и кнопка меню, с помощью которой можно настроить базовую коррекцию. Это не автономный монитор, то есть сам по себе он работать не будет. Он работает только с подключением. Пришло время тестить. Толкнулась с таким моментом, что при работе рисунок очень сильно отставал от стилуса. Очень сильно. И это дико мешало нормально рисовать. С другими планшетами я такого не замечала. Там хоть и было некоторое отставание прорисовки линии, но с этой моделью это очень бросалось в глаза. Я было подумала, что это какой-то брак с планшетом, но попробовав порисовать обычной мышкой вместо стилуса, увидела, что отставание сохранилось. Значит, тормозит не планшет, а мой старичок ноутбук просто не тянет дополнительный большой монитор. Для подтверждения догадок, я проверила планшет на современном ноутбуке с восьмиядерным процессором и хорошей видеокартой. И все стало в разы лучше. Некоторое отставание все равно, конечно, осталось, но в целом в пределах допустимого, особенно для данной ценовой категории устройств. Из этого всего можно сделать вывод, что планшет сам по себе тормозит, но не сильнее других подобных моделей. Но почему-то он более требователен к компьютеру, к которому он будет подключен. Хоть я и не исключаю, что это проблема конкретно с моим стареньким ноутбуком. Но все же, людям со слабыми компьютерами стоит иметь в виду эту особенность и, может быть, выбрать себе планшет менее требовательный из тех, которые я обозревала раньше. По общим характеристикам, что могу сказать? У него клевый тонкий дизайн. Экран заметно тоньше, чем предыдущие версии планшетов Парбла. Самая тонкая часть достигает 7 мм. Чем-то даже напоминает iMac. Вот фоточки для сравнения. Поверхность имеет матовое покрытие. Вот это уже на любителя. Кому-то нравится глянец, а кому-то матовость. Но могу заметить, что в угоду тонкого дизайна у монитора отсутствуют быстрые клавиши. А многие художники ведь любят кнопочки. Из ярких плюсов могу выделить то, что он не нагревается и нет каких-то запахов пластмассы. С этим все окей. У него потрясающий угол обзора. Со всех сторон картинка выглядит одинаково отлично. Он довольно хорошо откалиброван с завода и имеет прекрасную цветопередачу. Монитор совместим с множеством разных программ для рисования и монтажа. Я в данный момент на нем монтирую все свои видеоролики, так как у него большая рабочая область. Благодаря этому легче работать с видео и аудиодорожками, особенно когда их пипец как много. С драйверами тоже все отлично. Особенно постарались с системой калибровки пера к монитору по точкам. И у пера, кстати, 8192 уровня нажатия. Такие дела. Я познакомила вас с Parbloomast 22. Надеюсь, что информация была интересная и полезная. Можете смело задавать свои вопросы о этом мониторе в комментариях. Я постараюсь на них ответить. Ах да. Сразу отвечу на два самых популярных вопроса. Какова цена? Вот прямо сейчас, в данный момент, цена на него примерно 500-600 долларов. Второй вопрос. Дай ссылку. В описании к видео оставлю ссылку на официальный сайт для подробного изучения и на магазин. Ну все. Всем большое спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok